И вообще, сегодня по всему миру, 3-го числа, 3-го ноября, протест против принудиловки. В первую очередь хочу выразить свой протест власти из-за того, что я хочу иметь право выбора. И это мое конституционное право, я его буду отстаивать. А каждый должен выбирать сам, а не загонять меня в русло и потом рассказывать, что я свободный человек. Но те люди, которые вакцинировались, они считают, что люди, которые не вакцинируются, угрожают здоровью людей, которые вакцинировались. Знаешь, что я расскажу? Я мужчина, как бы сказать, да, у меня 9 лет назад умерла жена. Я возбуждаюсь от всех женщин, которые вижу женское тело. Давайте денем паранжу. Вы понимаете? Давайте эти женщины денем паранжу, чтобы они не возбуждали. Это не об этом. Это о том, что невакцинированные могут заболеть. Все самое, все то же самое. Вы знаете, что такое вирус? Это антитела той болезни. Видите, ситуация, что коек надо разворачивать все больше и больше, мест не хватает, людей все больше с пневмониями, двусторонними, сатурацией очень низкой. И практически люди остаются многие на улицу, потому что их не берут в лечебные учреждения. И как тогда быть, если люди у нас это невакцинированные, попадают невакцинированные и болеют тяжело? Болеют тяжело, потому что уровень жизни в Украине очень низкий. Почему в других европейских странах, Дания, Швеция, там уже пандемию подавили. Уровень жизни совсем другой. У нас у всех легочные, у нас нет здоровых людей. Чем мы тут дышим? Мы дышим завод, заводской пылью вот этой, вот этим металлом и всем остальным. Я за то, чтобы, знаете, в большей степени люди занимались своим иммунитетом. И если бы наше, допустим, руководство или там правительство, или те, кто занимаются этим в большей степени... И что, по поводу Израиля? По поводу Израиля. Там все прокололись, да, там порядок строго. Но дело в том, что повторно болеют и люди точно так же возмущаются. Но болеют же легче, не умирают. Откуда вы знаете? Люди приходят на эту жижу и никто не делает анализы. Может, действительно, у человека сердце не позволяет, сахарный диабет и так далее. Почему в Митинвестии есть завод, завод РМЗ, отдел труда, задают вопросы. Фиг его знает, кто звонит домой, что сотрудники говорят, отдел труда тебе звонил. Нет, мне еще не звонил. Мне еще не звонил. Спрашивает отдел труда, извините меня, якобы, что вы делали прививку или нет. Это что, отдел труда имеет такие полномочия, извините меня, я не знаю, если интервью посмотрит завод и меня уволят. Допускай, что хотят делать. На каком основании, во-первых, я не подпишу это заявление. Давление идет на людей. Сумасшедшие, вы что, вообще уже моральное идет давление. Моральное. Вы понимаете, откинуть страх, это очень много значит. От страха люди могут умереть. Морально давят. Кого я лякаю? Лякаетесь вакциновать. Я, во-первых, я имею право выбора. Подождите, а чего пуля? Где закон, что я обязана это сделать? У меня право выбора. Я никому не должна вообще-то отсчет это давать. Это военная тайна, военная, извините, медицинская. Это мое право, говорить или нет. А вообще врач не имеет права разглашать это все. На судебном только основании. Пойти на какое-то быдло. Ну во всем мире вакцинируется. Израиль провакцинировался. Не надо нам весь мир. Не надо весь мир. Не надо весь мир. Весь мир уничтожают. Уничтожение идет всего мира.